ну че ребят всем привет и вы снова на канале devcar systems мне он все говорят улучшай картинку улучшай звук а думали я курить начал нет ребят картинка будет ну что как кадр короче пока у нас сейчас небольшие дела надо смотаться туда смотаться сюда что касается приоры в данный момент надо будет сделать немножко техничку к сожалению погода мне не позволяет заниматься обивками ну холодновато сейчас поэтому пока будем снимать так как есть чисто чисто дейли назовем это так оказывает минус 14 и на как на самом деле по пневме чё у нас но оба все поднимается все четенько вообще на раз-два вышел поднял поехал никаких проблем короче пацаны меня постоянно спрашивают типа как мол рулится тачка с моими изменениями ну то есть что там у меня у меня там сзади на балке развал три с половиной ну ладно три градуса три правильно три градуса а также смещены с передние стаканы задние стаканы смещены короче тоже спереди развал проставки четыре сантиметра вот у меня спрашивают типа как рулится машина так вот друзья покатавшись на обычной приоре то есть в принципе то ну по сути как и таковой ради это быть не должно но самое главное что я заметил во первых на кочках у меня чуть сильнее дергается руль ну как бы это не особо ощущается ну вернее это чувствуется только именно сравнение потому что так ты к этому привыкаешь абсолютно легко и просто опять же во втором случае разница в том что руль в повороте не так быстро возвращается назад как ну вернее а вернее помочь почти но и уж приходится помогать то есть обычный в стоковой приори вы руки отпускаете вас колеса хоп прямо руль прямо то здесь его приходится обратно доворачивать сторону поворота ну то есть и повернул руль повернула обратно как бы ну такая на управляемость конечно это небольшая мелочь но это все-таки есть изменения это какая-то того что передние стойки у меня вот так вот под углом сделано а так в остальном в принципе все то же самое ребят контент делается просто на ровном месте вот я вот все хвалю свою систему что раз-два как бы она готова выглядит все это добро вот так вот но компрессор опять же сверху пока потому что старый сломанную там внутри него в лом было доставать не поднимается зараза ищу причину короче вот этот шланг от влага отделителя получается замерз внутри появилась влага она замерзла компрессор качает тут воздух есть а в шланге где-то забился льдом короче и вообще все очень весело я хранила пират такой уже не вижу перехвалил называется но ничего еще будем разбираться что-то делать короче пацаны моя гениальность просто меня поражает порой чё я сделал в шланге был короче лед я взял этот шланг засунул в чайник и просто прокипятил в итоге воздух проходит ну а как иначе приходится потому что надо накачать коллицо ножики а также чтобы в приоре шланг работал вот такая система к сожалению пневмо блин короче пацаны это полный просто пиздец блять извините меня за мой французский но просто в моей жизни уже все начинается все что в моей жизни блин начинается все начинает идти просто чисто через жопу вот опять же вроде бы ничего не предвещало беды все было типа чётенько все было нормально по стандартной но вдруг на тебе я иду на работу открываю приор закрывану завожу спокойненько начинаю выхожу с щёточкой хочу протереть от снежка и поехать спокойно на работу выхожу и слушать такой звук как будто какая-то хрень бьется не пойми обо что но я думаю ладно давай посмотрим подхожу к машине блять открываю вернее подхожу к машине хочу открыть капот и она глотит ну естественно чтобы тут кто бы еще тут думал само собой ребят это грм слезала слезала просто зубцы на ремне и писяц не знаю только лопана загнула то ли хотя 126 мотору на их гнет но есть там такая микроскопическая вероятность что ничего короче не погнуло вот она и причина вон они зараза слезала слезала просто на все вот и все вот мы и приехали ну и в итоге чё у меня получается у меня получается есть приора у которой порвало грм прямо во дворе благо что во дворе не где-то дороге у меня есть семерка который мотор шестнарь собранный со 120 за 124 который не гнет клапана 100 что не гнет стопроцентно железно якобы ну не знаю короче он есть он технически работает он крутит и у меня получается какие варианты то есть естественно как приора я сейчас спокойно делать не могу потому что в два на во первых во дворе во вторых у меня получается надо снимать башку башку капиталить и и вести все равно в гараже то есть это не надо кататься туда-сюда между гаражами кататься все время на каршеринге это извините не так как были на такси это не очень бюджетно в нашем случае вот и получается сейчас я беру каршер взял от семерки аккум взял и весь инструмент взял бензоканистру которая лежала и в 10 часов вечера пиздую в гаражи чтобы у меня спокойно после работы пешочком прийти в гараж и начать делать семерку потому что на семерке оказывается я перепутал местами подачу топлива и обратку ну блять бывает хули нет а там блять два две трубки идут один один рядом с другой вот попробуй там блять не перепутай если ты не знаешь тем более когда ели были обломанные чисто наугад наугад и называется шоу блять суп интуиция называется и ко всему этому сверху к этой блять интуиции ну ладно бру еще возможно и убил билайзер будем надеяться что его там просто нету что я спокойно поменяют трубки накачаю бенз нажиму кнопочку и в магистрале он блять появится давление тогда у нас останутся тупо свечи и и тупо этот как он называется у нас останутся правильные свечи и останется форсунки то есть иммобилайзер опять же или она будет схватывать или она заведется короче она должна завестись я должен завести сраную жигу и только тогда когда у меня будет жига я смогу спокойно ебашить и делать приору а у приори что раскидываем башку и покупаем всю эту фигню клапана и так далее но это я думаю ребята что к сожалению будет следующей серии а сейчас ну извините на вот чисто такая короче канитель чисто попиздеть получается у меня уже просто других слов нет один французский ну извините друзья уже терпеть просто как бы нет мощи когда вот все так и самое интересное многие это все ассоциируют с ретроградным меркурием я конечно так себе не особо в это верю но довольно знаете когда только столько совпадений бывает что-то похожее черт его знает а вы в эту фигню верите напишите в комменты короче кто верит в этот звезды в ретроградный меркурий короче и так далее для тех кто не знает это типа влияние планет на всю технику поэтому друзья и извиняйте контент с торпедой будет гораздо позже к с обивками тоже он будет позже поэтому всем спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайки комментируем каковы мои шансы с моим везением что у меня не загнуло клапана потому что такое шанс вот такой вот на донышке то он есть вот такие брать огурцы так что ребят всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока ах да мой ремень прожил 10 11 лет ну к 10 лет короче там и пару месяцев и 58 тысяч пробега и его слезала то есть чтобы никто ничего не говорил что у вас говно там и так далее ремень какой-то хуёвый был ни разу не менял так и ездил хотел поменять его где-то на 65 ну вот так получилось не дотерпел ну тут ну 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 Продолжение следует...